всем здравствуйте этот расклад для вас актуален когда вы нажали кнопочку посмотреть и здесь мы рассмотрим что впереди что готовит вам судьба выкладка этого расклада старинная и очень интересная глубокая смотрит показывает правду и здесь я вам скажу какие позиции вначале раскладывать я буду тароли норман и здесь еще есть итальянские карты то есть в этой колоде 3 системы очень классная карты и так я карты пока готовлю вам предлагаю задавать картам свои вопросы вы сейчас своей обстановке и у нас разговор тет-а-тет потому что такое чувство когда делаете или смотрите видео на youtube что смотрит весь мир одновременно но я никакую аудиторию не собирала я ненавязчиво пришла к вам в дом и для того чтобы вам помочь так что у нас с вами тет-а-тет не сомневайтесь хоть и расклад общий каждый узнает себя и каждый поймет то что нужно понять просто расслабьтесь напряжение не помогает это точно итак вот такая выкладка старинная еще раз повторяюсь а начинается нас таких позиций что будет что свершится чем завершится и чем сердце успокоиться 4 позиции что будет что свершится чем все завершится и чем сердце успокоиться а начну из того что я спрошу высших сил как вы видны им с неба вашим ангелом-хранителем как вы видны с неба кто вы по мнению высших сил каких энергетиках вы сейчас пребываете и чего бы хотели добавить высшие силы в ту энергетику в которой вы сейчас пребываете то есть может быть есть что-то такое что можно было бы добавить я возьму три карты для начала которые вас характеризуют на момент просмотра итак у нас здесь вот какие карты смотрите во первых только прямые мы смотрим в этих рамках но поскольку одна карта вышла перевернута я конечно же обращу на нее внимание и так начали эта карта справедливость очень хорошая высшая силы говорят так теперь ты уже многое сделал или сделала если вы женщина многое сделали для своей жизни для счастья своего и своих близких и теперь время когда вы будете просто получать подарки судьбы потому что здесь справедливость вас торжествует касательно всех сфер жизни например вы на работе устаете будет все лучше будет больше денег или в семье устаете делаете многое для многих бытовые такие дела в семье справедливость восторжествует люди начнут быть вам благодарны или если вы ищете себя ищите профессию то вы найдете себя хотите сохранить может сэкономить денег для какой-то крупной покупки у вас все получится это хорошая карта а вторая карта это двойка пентаклей как раз об этом что денег хватит на все высшие силы видят вас что вы можете заработать в два раза больше чем вы зарабатываете сейчас это точно по этой карте здесь еще дерево добавляются во все младшие арканы номерные карты это не номерные это старший аркан а вот это номерная карта когда такой номер вот как греческий добавляется или ренорман или сибила такие другая система и здесь у нас карта дерево добавилось так что как вас видят высшие силы человека сильного иммунитет сильной крепкой здоровье будет вы как дуб знаете и в то же время как его гибкие у вас гибкий ум значит у вас правильное сознание может гибкий гибкий ум это очень важно и еще вышла хорошая очень карта но перевернутая чтобы ее просто вам лучше видеть я сделаю так будет виднее но трактовать я буду как прямую так и перевернутую смотрите десятка жезлов эта карта когда вы уже почти достигли цели чтобы увидеть свою идеальную жизнь и может быть во время просмотра ваша жизнь вам кажется не идеальной но цели вы уже достигли вам только нужно еще чуть-чуть поработать карта перевернутая говорит что терпение у вас уже на исходе как говорят терпение весь висит на волоске то есть вам тяжело может быть это в профессии или в быту или с детьми или с любимым человеком очень тяжело достается вообще жизнь тяжелая жизнь но прямая карта говорит что еще немножко осталось и все станет на свои места подождите еще немножко у нас очень часто так бывает и я смотрю по статистике люди обычно сдаются прямо перед тем как у них будет прорыв и все получится хорошо потому что терпение лопает эта карта десятка жезлов говорит что вселенная даст вам нужную силу чтобы что-то довести до конца вашей жизни то что нужно довести до конца и вы знаете сами о чем идет речь правда что вам нужно довести до конца вы знаете сами сейчас я начинаю выкладку и в ней у нас такие позиции 4 позиция что будет что свершится чем завершится и чем сердце успокоится первая позиция что будет три карты что у вас будет жизни вот смотрите здесь действительно у меня и прямые перевернутая но я буду смотреть и те и другие и так page меча в прямом движении что будет вы будете искать что-то искать какие-то мысли искать дела искать как добиться успеха потому что page это поиск это хлопоты заботы те заботы по мечевой карте как пиковые да потому что пиковая масть это есть масть мечей те заботы которые может быть были для вас сложными какие-то огорчениям были какие-то были печали Какие-то были заботы, иллюзии, что-то нужно было делать через силу. Может быть, даже кто-то вам вредил. Но Паш говорит о том, что вы будете искать возможность это всё победить. Будет поиск, будут дела, будет активность. Это уже хорошо. Ещё две карты перевёрнутые. Если смотреть в прямом движении, вот это у нас рыцарь, рыцарь Жезлова, очень хорошая карта. И, может быть, Паш Меча связан с тем, что какой-то мужчина не выполняет обещания. Он обещал и не сделал. Он тормозит что-то. Он нерешительный или он неумелый. Потому что неумелый. Но сказать, что он вас не любит, нельзя. Может быть, он и неумелый, и нерешительный, но он старается. Потому что вообще рыцарь Жезлова — это очень хорошая карта. Перевёрнутая что-то где-то затягивается со стороны мужчины или со стороны работы. Что-то затягивается. Может, не платят вовремя, или зарплата недостаточная. Но всё идёт к нужной цели, всё будет лучше. Кстати, иногда Трифовая масть — это означает… В общем, Жезл — это Трифовая масть. Это бытовые условия в семье. Может быть, у вас плохие бытовые условия, потому что не хватает ресурса, не хватает, может, денег, чтобы переехать, разъехаться с другим поколением и так далее. И всё это затягивается, и вы не видите конца края этого. Да, вот здесь тоже было об этом. Почему же всё затягивается? Шестёрка Пентакли — карта очень хорошая, но в перевёрнутом значении она означает, может быть, не хватает денег. И я вижу, что по шестёрке Пентакли она была перевёрнутая, деньги будут, но со временем. Здесь нужно терпение. Будет лучше, но когда будет действие и будет немножко больше, времени пройдёт. Когда пройдёт больше времени, будет лучше. Но вот сейчас высшие силы говорят, что нужно действительно запастись терпением, и всё будет устраиваться, но очень постепенно. Может, поможет какой-то мужчина, какой-то рыцарь, или же вот здесь какое-то влиятельное лицо поможет. А здесь вот Папажу тоже. Это может быть вы, а может быть кто-то другой. Как у кого проиграется. Если это вы, то вам нужно искать выход и быть более действенной. А если это кто-то, так это проще, конечно. Человек придёт и поможет вам. Так, что вскоре свершится? Что вскоре свершится? Беру три карты. Вот такие три карты. Что вскоре свершится? Итак, прямая восьмёрка жезлов. Карта очень хорошая. Кстати, восьмёрка жезлов, она говорит, всё идёт своим чередом. И интересно, что в этих картах, потому что восьмёрка жезлов компонуется вместе с картой развилка по Ленорман. Здесь развилка приобретает очень позитивное движение. Потому что развилка может означать как плохое, так и хорошее. Как открытие дорог, так и закрытие дорог. Но потому что с восьмёркой жезлов вы вместе, а такая карта второго означает, что всё идёт к успеху, то у вас будет открытие каких-то дорог. Вот вскоре такое свершится, что откроются дороги, которые раньше разбили вам сердце. Потому что карта башни, говорит, что что-то рушилось, что-то не проявило себя так, как мечталось, так, как хотелось. А карта башни — это, знаете, карта испуга. Когда вы испугались, вот случайно выронили чашку, а эта чашка — любимая бабушкина чашка, и у вас испуг. Ну а потом вы всё обдумали и сказали себе, ну как должно быть, должно быть время купить новую чашку, да? Ну или случайно вот узнали, что этот человек, например, то и то сделал, неверный или недобрый. И нашли себе доброго и верного. То есть развилка — это открытие дорог, чтобы найти себя лучше, чем было раньше. Вот это свершится. А ещё один старший аркан, вот этот, карта колесницы перевёрнутая. Когда колесница в прямом движении, то это предупреждение очень серьёзное. Не спеши, не спеши ни в коем случае, потому что есть силы, которые хотят тебя затянуть в том направлении, которое для тебя вредное. Или же какую-то информацию дать не совсем правильную, не совсем понятную. Или какие-то агрессивные силы. Агрессия всегда идёт от испуга. Бывает агрессия из-за того, что вас хотят втянуть в чей-то конфликт. И очень часто так бывает даже среди большого, не только маленького, что конфликт создаётся внутри. И ещё вам даётся такой намёк, вот по карте колесницы перевёрнутой, что виноваты другие. Виноваты другие в вашем конфликте. И тогда интересно, что это сделает обычный агрессор. Потому что пока вы вместе боретесь со внешним конфликтом, вы становитесь всё роднее друг другу. Понимаете? И тогда вы можете продолжать угождать агрессору, то есть так называемому преследователю. Если идти по треугольнику Каппнена, наверное, вы знаете, такой треугольник есть. Психология. Но он есть в жизни. Это просто человек-психолог взял это из жизни. Три человека задействованы. Агрессор, жертва и спасатель. Так вот, спасатель часто — это внешние обстоятельства, которые могут казаться агрессивными. Жертве. Потому что жертве навязал агрессор, что внешний враг есть. И тогда тот, который внутри, такой стокгольмский синдром получается, тот, который внутри конфликта, человек внутри, то есть жертва, вы, может быть, начинает цепляться за агрессора и думать, ну мне лучше свой враг, чем внешний. Внешний ещё хуже будет, он вообще нас убьёт. Таким образом, этот агрессор хочет навязать вам идею, что есть какой-то внешний враг. Ну, например, у вас… Я просто пример приведу. Ситуация может быть очень элементарная, такая классическая, когда, например, есть свекровь, которая или же его мать, которая вас не любит. Но она не любит вас, она вообще всех женщин не любит. К сожалению, это есть такова больная натура человека, потому что её сын, кажется, идеальный, только ей нужен и так далее. Anyways, есть вы и ваш мужчина. Если вы жертва, а мужчина — агрессор, то вы можете ссориться. Но когда появляется свекровь, внешний враг, и вы можете внушить, вы вроде и жертва, но в то же время можете агрессировать, можете внушить своему мужчине, что есть внешний враг, например, свекровь. И он тоже знает это. Он идёт, когда к маме, типа «домой», в кафеичках к маме, она начинает на вас наговаривать. И таким образом пара становится ещё крепче. А вот свекровь, она остаётся в убытке. К чему я это говорю? Во-первых, если мамочка, вы и у вас есть сын, не мешайте молодым жить. Это первое. Ни в коем случае. Вы только помешаете. Дайте сыну самому разобраться, что у него и как. Второе. Если вы внутри вот этого треугольника, и вы с кем-то, или вы жертва, или вы преследователь, неважно. Если у вас есть внешний враг, ваша пара будет ещё сильнее, хоть вы, может, и вообще в раздоре жили раньше, потому что есть внешний враг, которому нужно сопротивляться. Это ущербное зависимое отношение, когда мы ищем внешнего врага, чтобы объяснить, почему у нас всё не так получается. Часто бывает так на предприятии. Например, один отдел с другим. Например, отдел против начальника. Или же в одном отделе есть две группы, которые соревнуются, ссорятся между собой. Внешний враг, например, начальник и так далее. В общем, такая катавасия жизненная. Почему я так здесь много говорю и хочу всё по полочкам вам разложить, чтобы понятно было. Вышли две самые сложные карты второго. Это башня и колесница. Ну хорошо, хоть башня вышла прямая. Вы видите чётко, кто ваши враги. Если она перевёрнутая, вы ещё не знаете, почему всё разбилось, разрушилось. Например, у вас в семье или на работе, или здоровье, почему разрушилось. Вы не знаете, почему. Но раз башня прямая, вы в принципе знаете, что здоровье разрушилось, потому что было сильно много пончиков или сильно много бокалов. Это всё можно поправить. Это всё можно ещё поправить. Можно снизить количество бокалов, а потом вообще, чтобы ушли. Снизить количество пончиков, там до очень маленькой порции и так далее. Почему я так говорю? Потому что вы справитесь. У вас здесь развилка. Раскрытие дорог с восьмёркой жезла вместе это карта спасателя. Спасёт вас. Но ещё есть, вот ещё один старший аркан, колесница перевёрнутая, эта позиция сложная, потому что здесь вы запутались или в семье, или в коллективе. Вас притянул коллектив, то есть одна сторона на другую, вы ввязались в чужой конфликт. Нехотя, потому что вас использовали. Вот здесь так. Или же на работе вас ввязали в конфликт, который связан с начальником. Может, это в семье. В семье тоже ввязали в конфликт вас. И вы теперь не знаете, как отсюда выпутаться из этого конфликта. Я привела вам треугольник Карпмана для того, чтобы немножко объяснить вам саму ситуацию. Потому что здесь треугольники получаются. Есть открытие дорог, то есть спасатель, есть агрессор и жертва. Жертва часто, вот колесница перевёрнутая. И знайте всегда, что человек, который хочет держать вас в повиновении, он вам внушит, что есть внешний враг. И даже с человеком, с которым вы не хотите жить вместе, вы всё равно будете, потому что будете бояться внешнего врага. У нас, у девочек, часто внешний враг — это вообще внешний мир. Потому что мы девочки с первобытной общинного строя всегда жили внутри пещеры. Мы всегда видели мир как мужской, ну, аутсайд, вне пещеры. Как мужской, страшный, там вот эти тигры, там вот эти такие ситуации всякие. Мы их боялись, потому что у нас не хватило мышечной силы. Во-первых, потому что мы сидели в пещере, мало мы тренировались, как мужчины, которые гнались за мамонтом. Это первое. Второе, потому что дети, дети. Раньше женщина рожала много детей, и с каждым новым ребёнком женщина становилась всё слабее, истощалось её тело, потому что дети забирали всё, и минералы, и витамины, и волосы, и зубы. Таким образом, у нас, у женщин, архетипично есть ощущение, внешний мир, он агрессивный. И мы часто внушаем нашим детям, что внешний мир агрессивный. Поэтому мы воспитываем детей в страхе очень часто, нехотя, типа пытаясь их защитить. Ой, такой получился расклад архетипичный. Наверное, кто-то скажет слишком много в одном раскладе. Девочки, как открываются карты, так и говорю. Иногда просто клондайк. Клондайк, как карты открываются, как здесь получилось. Ну, если я ещё раз просуммирую, что скоро свершится, что вы поймёте, что внешний мир, он не агрессивный. А кому-то выгодно, чтобы вы думали, что он агрессивный, чтобы вас использовать, чтобы вами манипулировать внутри или семьи, или внутри работы. Вот свершится то, что вы поймёте, кто есть кто, и что почём. И расставите все точки над «и», и начнёте быть хозяином своей жизни. Что-то здесь у меня так мощно, так глубоко. Вы уж не обессудьте. Иногда очень просто прямо, иногда вот так вот очень веские такие, да, веское такое всё, такое сложное решалось. Но нужно было это решить. Многим нужно было понять это. Чем всё завершится? Ну, вот здесь понятно, что вы выйдете из состояния угрозы. А если ничего нам не угрожает, мы начинаем проявляться, как цветок. Не зря же здесь цветы. Если мы чувствуем, что нам ничего не угрожает, мы начинаем проявляться, как цветок, расцветаем и делаем продукцию, которая нужна другим, и занимаемся реализацией себя. Все три карты перевёрнутые, да? Так, королева чаш перевёрнутая. Чем всё завершится? Что вы выйдете из этого кокона своего, выйдете во внешний мир, начнёте расцветать? Потому что вы засиделись. Здесь показывает, что вы сидите внутри, боитесь. Королева чаш такая, которая только вот для себя, в смысле своей семьи, своего дома, своих детей, своих внуков. Вы мало выходите во внешний мир. Особенно, если вы старше женщины, вам побольше надо выходить во внешний мир. Вы засиделись. Совершится то, что вы боитесь внешнего мира. Сейчас вообще все боятся внешнего мира. Не зря такой глубокий расклад. И может, мужчина уже задержался, давно не приходил. Я через минуту покажу эти карты в прямом движении. Давно мужчина уже не приходил, то есть не давал себе знать или же не открывался вам. Знаете, что не приходил? Иногда ваш мужчина, муж или партнёр, он вроде с вами, в соседней комнате или на соседнем кресле, но вы потеряли контакт. Вот здесь потеря контакта есть. И вам нужно завершить это дело. Нужно контакт наладить. И ещё это карта вора. Вот опять треугольник Апмена вышел. Представляете, да? Четвёрка меча. Это карта вора. Это карта агрессора. Смотрите, теперь покажу вам прямые, чтобы вы поняли, о чём здесь идёт речь. Чем всё завершится? Тем, что вы определите, кто есть агрессор, и просто не будете с агрессором взаимодействовать. Но внешний мир, он не весь агрессивный. Там есть всё. Там есть то и другое. Держитесь то, что вам хорошо, что вам по судьбе, что вам приятно. Здесь я вижу, встречи с мужчиной будут, если вы откроетесь миру. Встречи с мужчиной, интересная жизнь. Восстановление организма. Я вижу здесь оздоровление организма. И вот интриги, кто плетёт, какие-то враги, какие-то ущербные люди по карте «Четвёрка меча», которые прячутся за личиной. Понимаете? Вот такие ущербные люди, которые прячутся за личиной, они себя проявят, и вы не будете их больше бояться. Итак, завершится страх, завершится какая-то слабость или бездействие мужчины, и придёт ощущение себя свободной, умеющей решать, и вы ничего не боитесь больше. Все карты были перевёрнутые. Говорят о том, что давно уже должно было это прийти, но никак не получалось. Я надеюсь, что вот сегодня такой глубокий расклад поможет вам. Кстати, вы не должны всё сразу понять в раскладе. Иногда бывает, посмотришь расклад, вроде бы что-то понятно, что-то нет, но потом всё начинает проясняться. Это как, знаете, фильм, вот плёнка, фотоплёнка начинает проявляться. Хотя бы дайте несколько дней, подумайте о раскладе, можно посмотреть ещё раз, и как плёнка начинает всё проявляться, и вы поймёте, что есть кто. Вот такие дела. И я смотрю, что вы будете довольны, но вначале, конечно, это некомфортно, новая территория. Вам нужно выходить на новую территорию, где есть друзья, где есть любимые, где есть взаимопонимание с кем-то. И вы понимаете, о ком идёт речь. Итак, самая последняя позиция, но последняя не бывает ничего. Здесь я продолжаю расклады буквально завтра опять, и у меня много предыдущих раскладов. Ну вот, есть ещё место здесь, вы видите, позиция одна. И она отвечает на такой вопрос, конечно, традиционный вопрос, чем сердце успокоится. Четвёрка чаш. Четвёрка меча, четвёрка врагов меняется на удобное положение, на четвёрку чаш. Это когда, вы знаете, вам так удобно, так хорошо, всё идёт правильно. Интересно, что мы сегодня именно на эту тему с вами и рассуждали. На тему внутреннего женского пространства, на тему внешнего пространства, от которого вы отвернулись, потому что, знаете, там много агрессии и так далее. Но вы забываете, что там, где есть агрессия, это полярность. Но есть ещё другая полярность, то есть противоположность. Это наоборот, там, где есть возможность заработать, возможность приключений. И эта птица, вот это именно то, что соединяет разные миры. Мир внутренний с миром внешним. Потому что попугай, он именно соединяет разные миры. Так что у вас сердце успокоится тем, что вы перестанете бояться каких-то людей, каких-то событий, начнёте жить на полную катушку, в полную силу. Карта мир, в этом случае перевёрнутом. И в прямом это завершение цикла. Какой-то цикл в вашей жизни завершается, какой-то новый начинается. В перевёрнутом это ещё что-то нужно закончить, перед тем, как цикл завершится. Где-то вы ещё не поставили точку. Может быть, работа вам не нравится, нужно не спешить её бросать, поставить точку, то есть понять, что вам нужно. Пока вы работаете на той работе, можно работать, например, в полсилы или не обращать внимания там на склоки. Таким образом, вы ставите точку. Ставить точку — это научиться на той работе тому, что вам тяжело давалось, когда вы боялись работу потерять, если вы поняли, о чём я говорю. Или, например, отношения какие-то. Ещё они не заканчиваются, потому что карта перевёрнутая, карта мир. Там ещё нужно не обязательно поставить точку. Нужно ещё выяснить, может, этот мужчина даже очень и неплохой для вас. Может быть, он ещё проявится лучше, чем раньше. Да, сегодня, конечно. У меня часто так бывает, что карты… Знаете, никогда нельзя загадывать, какой будет расклад по времени или же как он будет развиваться, как он будет раскрываться. Он всегда по-разному. Я думала, будет экспресс, а вот получилась вот такая глубина. Итак, чем ещё сердце успокоится? Ой, ну это очень хорошая карта в прямом движении, прекрасно. Это пятёрка Пентакли, это карта Улова. Чьём сердце успокоится? Вы никогда больше не будете пребывать в бедности, никогда не бойтесь бедности, никогда. Здесь вы найдёте ещё какое-то сокровище. Сокровище может быть сердце мужчины, сокровище может быть интересная новая работа, сокровище может быть достойная зарплата, которую до сих пор вам не оплатили. Или сокровище — это нет страха во внешнем мире. Там что-то есть такое хорошее, что пока мы не пройдём через вот этого трёхглавого дракона, мы не найдём золото. То есть, чтобы достичь этого золота, нужно преодолеть страх. Да, сокровище. А ещё в этой карте очень много веры, веры в лучшее. И пятёрка Пентакли, на самом деле, если мы посмотрим прорисованные арканы в Райдер-Вейт-Смитф, там есть основная колода, на которой все остальные сделаны, там есть все младшие арканы, пятёрка Пентакли, там прорисованные. И там люди страдают. Какой-то, не то чтобы даже конфликт, конфликт интересов, может быть, или же безденежий какой-то, знаете, кризис и так далее, кризис материального положения. Но вместе с тем, здесь у нас вот эта карта улова, выигрыша, это же итальянские карты Сибила. Ещё раз повторюсь, может, вы новенький первый раз у меня. В этих картах 78 карт. Здесь старшие арканы и младшие арканы Таро. Младшие арканы прорисованы как Ленорман и итальянские карты Сибила. То есть здесь три колоды в самом деле. И когда я вижу карту улова, вместе с тем, пятёрка Пентакли — это кризис. Я понимаю, что после кризиса начинается что? Начинается богатство. Правильно. И во время кризиса это время, когда нужно повернуть направление. Да, время кризиса трудное. Всем трудно. Но мы все должны сейчас поменять направление. Как мы работаем, как мы зарабатываем деньги. Вот есть время для всех, для нас подумать и сделать правильный вывод. Потому что часто работа нелюбимая или безденежная, она убивает человека. То есть невозможно работать деньги ради денег, например, или деньги, если их нет в этой работе. Во время кризиса человек думает так, возможностей ещё меньше. Но по этой карте возможностей больше. Нужно просто их увидеть, а не другие. Это знаете, когда Колумб приплыл в Америку, то местные жители не увидели кораблей. Они посмотрели, они не знали, что такое корабль, увидели что-то, какое-то препятствие, тёмное пятно, но не понимали, что это. Во время кризиса так бывает. Возможности есть, и они просто до такой степени новые, как инопланетяне. Поэтому для многих людей они непонятны. И может быть, вам нужно будет чему-то новому научиться. Или пересмотреть вообще свою жизнь с нуля начать. Посмотреть, что... Вот что бы я действительно хотела делать, даже вот без денег? Что я хотела бы делать, и мне не нужна мотивация, чтобы это делать? Кстати, если нам не нужна мотивация что-то делать, это именно то оно и есть, что нам по судьбе. И да, цикл ещё не заканчивается, потому что эта карта была перевёрнутая, но это время для раздумий. Это время для принятия решения, и не торопите это время. Возьмите столько времени, сколько вам нужно, чтобы принять правильное решение. И у вас всё получится, я больше чем уверена, потому что здесь вы выиграли, здесь, смотрите, 6 тысяч его-то, 6 тысяч золотых. Понимаете? Ну, в любой валюте, там, какой вы живёте, в какой стране. Вот так. Будет выигрыш, только вот такое условие. Можешь чему-то научиться всё обдумать. И пока ещё не завершилось что-то, нужно что-то завершить. Такой расклад мои дорогие. Я обычно, это не аналитика, я беру из потока то, что приходит. И карты мне открываются так, как они открываются, и иногда так бывает, что вы почувствуете что-то, то, что я не сумела сказать, за им, может, недостатком слов, или ещё по какой-то причине, может быть, вот именно мне не открылось, а вам откроется. Я вас люблю, обожаю, желаю вам счастья. Я точно знаю, что расклад вам поможет, если вы позволите ему. Кто меня не знает, я Лена, Ванкувер, Канада, и здесь держу для вас пространство открытым, чтобы вы получали правду для себя, чтобы вы могли формировать, планировать свою будущую жизнь, опираясь на мудрые советы, то, что больше нас, то есть высшие силы. А таких советов много не бывает. Люблю вас, обожаю, медвежьи обнимашки, и до скорых встреч. Пока-пока, мои дорогие!